Итак, всем привет! Компобудни, кратенькая зарисовка. Значит, этот ПК... Ой, у нас что здесь было? Чёрный экран. Короче, дети недавно лазили в этот комп, пытались почистить. Короче, всё хорошо почистили, только погнули ножки процессора были. Хорошо погнули, что... Выгибал я, выгибал. Честно, не догибал. Поставил другой процессор. Ну пофиг, он стоит копейки, этот на память им отдам. Дальше... Отсюда не будет видно, но кулер стоит другой стороной. Тоже прикольно. Зуто всё чисто. Видюшка такая, там, полузатычка. Вроде бы нужно... Нужно, короче, кулерок ей снять и смазать силиконовой смазкой, потому что всё очень плохо тут. Вращается и крутится, винчестер трещит, ну ладно, пофиг. Всё, сделал, но пришлось винду поменять, потому что, блин, ну вирусов... Короче, винчестер на терабайт, C-диск 20 гигов, полностью 0 килобайт свободных, вирусы сожрали абсолютно всё, освободил максимум 500 мегабайт и, короче, ну просто жестоко. Убил две своих флешки, одну потом... Вот эту я просто перезаписал, здесь программы, там, драйвер пак и так далее. Вот, а вторую флешку с админа, где все программы из-под ДОСа, там, МХДД, Виктория, всё. Короче, тоже убил, придётся заново создавать. Так, ну что, перезагружаем здесь. Ну, ничего страшного, сейчас вот винду доделаю, тут можно, короче, завозить. Короче, вообще сам системник, можно сказать, километров за 25 от моего города. Я думал, приеду прямо на месте, всё порешаю. Но что-что я с собой процессор не взял и пришлось везти домой. Ой, вроде бы ерунда. Не, ну реально смешно, потому что вроде бы всё нормально. Вроде бы даже ножки ровные, но они не вставляются в сокет. А они его так вставили были, и всё, после этого он уже не запускался. Я, когда начал крепление разжимать, я еле рожал, потому что процессор был не до конта. Вот. Кратенько о блоках питания. Что здесь за блок питания? Блин, я не знаю, что это за Heidi Europe. И на сколько он 450 ватт, в общем. Да, вроде как 450, но я его не разбирал, не знаю, что за начинка, но сейчас... Вот, короче, второй компьютер, который работал-работал, резко выключился и завонял опалином. Чистенький, всё отлично. Мужик сам, короче, чистил его компрессором. Всё нормально. Здесь 775 сокет на додеркторе памяти. Ладно, блок питания. Блок питания No Name Swedish Power Supply. Ну, как всегда, ну и люди думают, что это название. Дальше название 500, то бишь 500 ватт. По 12 вольтовой 480. А, дуреть! Сейчас я просто покажу. Так, вот. Ну, 500 ваттный блок питания, да? Нормально? Нормально, китайцы? Молодцы! Это как фирма No Name. И сгорел завод, потому что говорили, не пользуйтесь блоками собственного производства. Но они послушали. Ну, где какие 500 ватт? Ну, что тут, блин? Где конденсаторы? Банально. По линиям. Два конденсатора на 12 вольтовую, два на 5 и один, наверное, на 3. Всё, просто красота. И весит он храм 200. Идеальная 500 ватт. Просто, просто супер. Похож, да? 500 ватт. Отлично. Так, что у нас ещё с этого компа? Вот такая вот видеокарта, которая даже не знаю, что это за видюшка. Нигде не написано. Клаб 3D, может быть. Может быть, и может не может быть. Мегабайт 512, наверное, или на гип. Но это уже знаю, когда... Всё здесь делаю, и потом, возможно, либо винду буду устанавливать, либо так. А здесь у нас и 2 гигабайта GoodRamp DDR2 памяти. 320 гигабайт жёсткий диск, WD-KVR, блин. Что за камень даже, не знаю. Так, ну тот уже ПК у меня сделался. Осталось что-то поднастроить антивирусов, накидать всякой херни, чтобы больше такого не было. Сейчас нормально по-человечески. Разбил вот 117 гигабайт-диск. И сейчас мы покажем остальные локальные диски. Так как здесь по умолчанию их не видно. И нужно нам залазить в управление жёсткими дисками. И также вот всего 2 тома. Сделать тоже том активным. Выполняется форматирование. И всё, появляется ещё один раздел. Нет ещё форматирования. Ладно. Всё, появился ещё один локальный диск. Вот так вот. Ладно, это было кратенькое видео. До свидания. Продолжение следует...